здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа ортоделия и я Вика сегодня мы вяжем шапку с поперечной косой у меня вот такие вот нитки вот они уже сняла 300 метров 100 граммах стопроцентный акрил вы же спицы 3 миллиметра и одна дополнительная спица для провязывания косы 2 маркера этот способ можно адаптировать под другие нитки тут в принципе просто в любом случае мы потом это все меряйте на голову и автоматически она получается так как нужно вяжем не боимся брать другие спицы другие нитки тоже получится очень красиво для начала я набираю 30 петель вот они мои 30 петель и первый ряд я вяжу лицевыми петлями так последнюю провязываю лицевой кромочную теперь второй ряд изнаночный смотрим первую петлю снимаем провязываем 4 лицевые 4 одеваем маркер далее мы провязываем 20 изнаночных одеваем маркер это центральные наши 20 петель которые у нас будут коса и правят далее вяжем 5 лицевых петель кромочную тоже провязываем лицевой вот таким вот образом мы продолжаем вязать вот эти вот кромочные смотрите снова вернее снова эти 5 я вижу лицевыми до маркера после маркера у нас чулочная гладь далее это будет коса то есть в лицевом ряду я здесь вижу лицевыми в изнаночном изнаночными петли до и после маркеров вот эти 5 и 5 я вижу лицевыми изнаночном ряду лицевыми 5 петель 5 петель и 20 петель здесь у меня платочная вязка здесь чулочная гладь так вот косичку я нарисовал вот таким вот образом продолжаем еще четыре ряда вот смотрите девчонки видите вот здесь вот у нас чулочная гладь здесь платочная вязка теперь я по сути могу сейчас уже снять эти маркеры я просто чтобы вам было понятнее я их сейчас буду снимать и сейчас мы будем провязывать косу для этого первые 5 петель мы снова провязываем лицевыми я сниму снимаю маркер она уже видно платочную гладь и лицевую так первые 5 петель снимаем на дополнительную спицу и оставляем за работой вот она провязываем следующие 5 петель и теперь провязываем со вспомогательной спицы 5 петель так далее снова снимаем мы 5 петель следующие оставляем перед работой и провязываем далее 5 петель 4 5 возвращаемся к петлям на дополнительной спицы и провязываем их вот вот она и есть наша коса она поделена на две части вот таким вот образом мы меняем местами далее мы вяжем теперь мы вяжем по узору 5 рядов и в шестом между перебросами 5 рядов по узору и в шестом ряду мы снова делаем вот эти курсы и так далее проект продолжаем наши витами вывязывая косы и вяжем мы девчонки нашу курсу пока у нас не будет достаточная длина чтобы хватило на обхват вашей головы нет вы вяжете на себя мерите на себя вот далее девчонки вот я провязала у меня сантиметр 47 но это в свободном состоянии я же измерял ширину сейчас с вами измерю сколько у меня но это тоже не принципиально важно 8 сантиметров ширина теперь я все петли закрываю вот закрыла я все петли и последняя . мне осталось на спицах теперь по всей длине не доберем петли из крома таким вот образом из каждой кромочной я достаю по одной петли вот я до добрала до конца теперь еще здесь я вытащу еще одну петлю как бы для кромочной вот я даже не считаю сколько здесь петель по сути это не важно потому что вязать мы будем английская резинка у вас это будет у каждого свое число потому что количество рядов будет разное поэтому даже не озвучиваю далее продолжаем вот первую петлю мы переснимаем вяжем одну лицевую одну петлю снимаем с накидом 1 лицевая одну снимаем с накидом лицевая снимают с накидом и так далее до конца ряда до конца ряда так вот следующего ряда мы повторяем то же самое только смотрим вот если у нас первую петлю снимаем если у нас видим снятая петля с накидом и ее провязываем лицевой здесь у нас следующая будет изнаночная далее будет видно мы ее снимаем с накидом лицевая с накидом снимаем петлю с накидом мы провязываем изнаночную снимаем с накидом и так далее так мы вяжем и в лицевом и в изнаночном ряду это и есть наша английская резинка продолжаем так вот теперь смотрите девчонки видите провязала я этой английской резинкой если вам скажу сколько я провязала вы потом увидите результат как это выглядит значит 15 сантиметров у меня здесь вместе с вот этой вот планкой 23 здесь зависит от того насколько вы хотите вот этот конец ну как бы макушку шапки висящие да либо вы еще и и вообще не хотите висящий поэтому еще меньше вам надо вязать вот смотрите уже здесь на свое усмотрение как бы визуально вот далее я вижу резинкой один на один просто уже не делаю накиды просто вяжу лицевая изнаночная несколько рядов вот таким вот образом чтобы макушка наша уменьшилась вот девчонки я провязала два сантиметра видите резинка 11 совсем чуть-чуть сейчас быстренько буквально за пару рядов мы сделаем макушку первый ряд лицевой я вот эту лицевую провязываю вместе с изнаночной она так хорошенечко это изнаночная прячется за лицевую так вот до конца ряда так второй ряд видите уже у нас петель в два раза меньше а второй ряд я просто изнаночной провязываю по три изнаночные вместе все петли вот так вот просто в три раза уменьшаю количество петель здесь вот видите у меня получилось так что здесь последние 2 я их тоже провязываю вместе далее нитку обрезаю оставляю побольше обрезаю надевай беру такую вот иглу с большим ушком вот и продеваю эти все петелечки переодеваю на иглу с нитью затягиваю не до конца вот оставляю маленький хвостик который с которым я завяжу вот теперь смотрю где у меня каста лицевая сторона и теперь сшиваю вот эту иглой нитью здесь я буду сшивать за кромочные петли потом так девчонки вот видите я дошла до вот этого места где начинается поперечная вот это вязание и здесь вот нужно очень аккуратно чтобы совместить косу и вот это вот платочное вязание здесь мы все сшиваем очень-очень аккуратненько здесь уже я буду не за кромочные а вот такие вот швом это все сшивать так вот смотрим совпадает совпадает значит продолжаем вот здесь вот вот эти заломы на кассу которые у нас на кассу как бы от косы тоже все совмещаем чтобы у нас максимально все совпало красиво что у нас здесь совпало коса вот видите кстати даже и спряталась так симпатично шов так симпатично спрятался в косу вот и хорошо вот и прекрасно вот девчоночки вот это вот и все теперь мы можем что мы можем можем украсить помпоном эту шапку если хотим конечно если не хотим не обязательно крошать не будем все мои хорошие от видите вот наша шапкой готова здесь у нас все видите у меня кстати следите чтобы ряд начинался допустим с лицевой заканчивался изнаночная чтоб здесь у нас все спряталась не было видно видите шва у меня здесь практически не видно сзади и здесь он спрятался вкусу так что все у нас прекрасно помпон уже можете сделать можете не делать это уже на ваше усмотрение вот такая вот сегодня у меня шапка вяжите носите ставьте лайки подписывайтесь на канал с вами была вика и школа рукоделия всем пока пока ну и ну и и и и и